Особое мнение на 101FM Субтитры создавал DimaTorzok Супруга императора Константина до сих пор Кто-то знает, что есть такой закон Но ссылаться, во всяком случае, в судах на Конституцию Уже давно стало дурным тоном У вас в Фейсбуке ваш разбор на трех почти страницах И как раз посвящен тому, каковы основные изменения Которые вносятся, прямо там детально у вас все разобрано И, собственно говоря, к чему эти изменения должны людей ответственных подвигать Идти или не идти голосовать за эти изменения Ну, на самом деле, подобного рода пост у меня родился не спонтанно Уже достаточно давно Им даже мои коллеги и знакомые задают вопросы мне, как юристу Чего же все-таки следует ожидать от тех поправок в Конституцию Которые были анонсированы в начале этого года При выступлении Владимира Владимировича Путина Перед Федеральным собранием Я с удовольствием почитал данный текст Сейчас к этим поправкам Предложены еще одни поправки Которые существенно видоизменяют смысл первоначальный И в результате получился весьма объемный документ Который фактически приведет, на мой взгляд, к тому, что Спустя какое-то время Ближе, я думаю, к концу весны Когда будут подсчитаны результаты голосования Которые планируются на конец апреля Мы можем запросто проснуться в совершенно другой стране Да ладно? Ну, а почему нет? Тут настолько кардинальные поправки получаются Ну, весьма Весьма Если сейчас Ну, что я вычитал Значит, если сейчас Российская Федерация Сама по себе представляет из себя Суперпрезидентскую республику Где у президента Масса полномочий То в результате Принятия вот этих поправок Мы будем Супер-суперпрезидентской республикой Так, подождите, а говорилось-то как раз Что вроде Роль президента становится менее Значительной Ну, с чего бы, если президент получает Право контролировать все законы Которые принимаются депутатами Роль депутатов Как законотворцев Сводится к чисто номинальной технической роли По подготовке документа И нажатию на кнопку Ну, безусловно И представление его на подпись президенту При том, что президент получает Право абсолютного контроля За деятельностью высших судов Страны И может Ставить перед Советом Федерации Вопрос О лишении полномочий Любого члена Любого суда Верховного суда Конституционного суда Апелляционных Кассационных судов России И Проверка Легитимности Принимаемых законов Думы Будет осуществляться Как раз Этими судами Которые фактически Будут полностью подконтрольны президенту То есть здесь Как интересно То есть Дума подконтрольна И суды подконтрольны Ну, Дума как раз В меньшей степени Подконтрольна президенту Дума в настоящий момент Подконтрольна партии Которые имеет большинство И вот как раз У меня Родилось предположение Что Одной из основных идей Тех поправок Которые Предлагаются сейчас Для размышления россиянам И последующего одобрения И принятия Является Необходимость Вывода Законодательной инициативы И из-под Власти депутатов Депутаты все-таки С помощью Как это? То есть они не смогут Предлагать законопроекты? Предлагать смогут Предлагать смогут Безусловно Другой вопрос О том что именно президент На основании решений Конституционного суда Который он контролирует И волен Лишать полномочий Любого судью За любые деяния Которые посчитают Несовместимыми С занимаемой должностью Будет Принимать решение О соответствии Предлагаемого законопроекта Нормам конституции Грубо говоря Собрались депутаты Но вот прошли Честнейшие выборы Ближайшие Победила оппозиция Коммунисты получили Большинство Либо либеральные демократы Либо там Навальный пришел Приняли они Изумительные законы Отвечающие интересам Трудового народа Представили их На подписании Президенту Президент берет Этот закон Читает Отдает его На проверку В конституционный суд Который Простите Назначает он Принимает решение О Снятии полномочий С члена Конституционного суда Также он Инициирует этот процесс Совет Федерации Который Напомню Не избирается А назначается Он просто Принимает решение Которое Нужно Президенту Если Конституционный суд Примет решение О том что Предлагаемый Либеральнейший Законопроект О снижении Пенсионного возраста Кратном повышении Пенсии Уменьшение налогов Не соответствует Интересам Конституции Это он просто Не будет подписан Да и все А сейчас У нас не так То есть у нас Сейчас Конституционный суд Не под контроль И может И может Самостоятельно Сейчас смотрите Назначение всех судей Осуществляется Безусловно Президентом Российской Федерации Он подписывает Указы О наделении Судей полномочий Значит Он выдает им Удостоверение Со своей подписью Но Судей назначаются Тем более Высших судов Специальным органам Судейского сообщества Калификационной коллегии Высшей квалификационной коллегии Используется механизм Самоуправления Судейского сообщества Точно так же У нас независимый суд Сейчас Независимый суд Как минимум От исполнительной власти И до юра Про де-факто Пока скромно умолчим Точно так же Лишение полномочий Судьи Осуществляется Не желанием Президента Которому не понравился Судья И он вышел В Совет Федерации Который Сам же Фактически С помощью Законодательных собраний Которые контролирует На мой взгляд Администрация президента Принимает решение О снятии С него Судейской мантии Сейчас Подобного рода Вопросы Находятся Опять же В ведении Судейского сообщества Точно так же Квалификационные коллегии На местах Например Квалификационные коллегии Кировской области Либо Высшая Квалификационная коллегия Российской Федерации Принимает решение О соответствии Данного конкретного судьи Занимаемой должности О тяжести Совершенного судьей Проступка О возможности Применения К нему Каких-то мер Дисциплинарного воздействия В частности Лишения полномочий Вот этот механизм С принятием Конституции Он просто у нас Растворяется в никуда То есть сейчас Были шансы Что какой-то винтик Где-то зацепится И вот эта вот схема С выводом неугодного Она все-таки не сработает А так вообще ничего не останется Вообще Более того Вот мне представляются Крайне странными Те поправки Которые предлагаются К Конституции Я их для себя разделил На несколько частей Анализируя пространство Интернета Прессы Обращаю внимание На огромное количество Сторонников данных поправок Не знаю С каких IP-адресов Они пишут Где они находятся Один ли это IP-адрес Кто им платит За эти посты И платит ли Да что вы Это может искренние люди Я говорю Я не знаю Мы не знаем Предполагать не могу Но все они Почему-то акцентируют Внимание своих читателей И слушателей На социальную направленность Этих поправок На то Что у нас В этих поправках Предусмотрено И в Конституции Будет это указано Что пенсии Которые получают Наши пенсионеры Ежегодно индексируются А там не прописано Насколько Не прописано Очень жаль Между прочим А если там Это 1 сотая процента Например Вот вот Точно так же Я обратил внимание Своих читателей На то Что конкретное Принятие решений О степени индексации Находится во власти Правительства Пенсии у нас И так индексируются И достаточно регулярно Ну хорошо Примем мы Эти поправки Будет эта индексация Проводиться каждый год В обязательном порядке Но Нигде не будет написано О том Что хотя бы Эта индексация Простите Должна быть сопоставима С инфляцией Либо У нас написано Например Сейчас В трудовом кодексе О том Что минимальная Заработная плата Устанавливается Правительством В виде Морота Нигде не написано Что прожиточный Уровень пенсионера Оказывает какое-то Влияние На размер пенсии Которую он получает И в новой Конституции Которую нам предлагают Принять и одобрить Не написано Что минимальный Размер пенсии Пенсионера Он как-то будет Соотносим С реальным Прожиточным уровнем Что тех денег Которые пенсионер Будет получать Ему простите На еду будет хватать Не говоря уже Про коммунальные услуги И прочие вещи Значит Да Безусловно У нас написано О том Что Я для себя Во всяком случае На что Обратил внимание Сразу Что наконец-то У нас устраняется Правовая неопределенность Допускающая чехарду В высших эшелонах власти Когда у нас Раньше было написано Что одно лицо Не может Занимать Пост президента Российской Федерации Более двух сроков Подряд Сейчас это подряд Уходит Но При том Что у нас Срок президентский Шесть лет Остается возможность Занятия Двух президентских сроков И вот я не увидел В проекте Конституции Который Предлагается К принятию В поправках Которые предлагаются К обсуждению И принятию Как будет Отсчитываться Этот срок Будут ли учитываться Те сроки Девятнадцать Двадцать лет Которые Владимир Владимирович Уже провел Ну почему только Владимир Владимирович Там еще есть у нас Президент России один Ну хорошо Да Дмитрий Анатольевич Медведев Вычтем Сроки Президентства Дмитрия Анатольевича Не только Владимир Владимирович Согласен Уже был Президент Для меня Это по большому счету Важно Загадка Да Загадка Не читается Никак Причем Я помню Обсуждение Похожей Проблемы Когда Ставился вопрос Об объединении России и Белоруссии Тогда Когда увеличивался Срок президентства О том Что любая поправка Касающаяся Срока Исполнения Президентом Избранным Своих полномочий Обнуляет Предущие Обнуляет Счетчики Да И отсчет этих сроков Начинается заново Мне бы честно говоря Хотелось очень Чтобы Владимир Владимирович В настоящий момент С учетом возраста Больше задумывался Не о политике А о собственном здоровье Опять же Внуки подрастают Надо как-то Им больше внимания Уделять Плюс Молодая поросль Политиков Проклевывается Надо дать уже Наверное Молодым дорогу Вот Но конституции Не предусмотрена Дорога молодым Не написано четко К сожалению Четкого понимания Здесь нет Плюс я обратил Внимание На что Очень сильно Сокращается При том что Вырастает роль Конституционного суда Очень сильно Практически на треть Сокращается число Судей Конституционного суда Так получилось Это плохо Или хорошо С одной стороны Плохо Почему Чем больше мнений Тем итоговые решения Более взвешены Причем Судей Конституционного суда Как правило Работают там Уже достаточно давно Многие из них Участвовали В принятии Конституции Девяносто третьего года Многие конечно Уже ушли в отставку Как Госпожа Морщакова Например Но Хороших специалистов С большим возрастом И Статусом И Опытом Там еще Достаточно большое количество Предусматривается Что из 19 судей Конституционного суда Которые есть В Конституционном суде Сейчас По итогам Принятия этих поправок Останется всего лишь 11 Не вполне понимаю С учетом того Что Почти наполовину сокращается Ну на треть Из 19 Останется 11 8 8 убирает Больше чем Больше трети Да Значит С учетом того Что С учетом Большого количества Полномочий Которые сейчас Получает Конституционный суд Вырастает Нагрузка На судей Конституционного суда Сокращать Количество Судей Мне представляется Не очень Правильным Конституционный суд Всегда в России Славился Наибольшей Независимостью От Власти Огромное количество Особых Мнений Высказывали Судьи Конституционного суда Зачастую Подобного рода Особые мнения Которые Высказываются Публично Оказывали Огромное влияние На формирование Судебной практики И если сейчас Сокращать Количество Судей Соответственно Меньше Будет Подобного рода Независимых Мнений Которые будут Высказываться Фактически В лицо Власти На мой взгляд Это безусловно Отрицательное воздействие Окажет На политический Климат В стране И законодательную Инициативу В частности Значит Точно так же Мне представляется Абсолютно Неправильным Кардинально Неправильным И Неконституционным Попытки Протащить Завуалировав Какими-то Социальными Моментами Коренные Изменения Правовой системы В частности В настоящий момент Конституция Российской Федерации Декларирует Приоритет Норм международного Права Над внутрироссийским Законодательством Это Никому не безызвестный Например Европейский суд По правам человека Если сейчас В Российской Федерации Человек не может Добиться Правды и справедливости А такие примеры Зачастую Мы видим Он имеет возможность Обращаться За защитой В Европейский суд По правам человека В городе Страсбурге И конечно Спустя Достаточно Длительное время Но тем не менее Зачастую Он получает Решение Которое Заставляет Российскую Федерацию Пересматривать Те решения Которые ЕСПЧ Признает Неправосудными И компенсировать Безусловно И компенсировать Нанесенный Человеку Ущерб Да Материально Компенсировать Либо морально Компенсировать Нанесенный Такими Нарушениями Допущенными В ходе процесса Человеку Ущерб Сейчас Примат международного Права Подобного Рода Поправками Конституции Исключаются Предусматривается О том Что опять же Российская Федерация В праве Будет Не исполнять Решение Европейского Суда По правам Человека Если Этот же Конституционный Суд Проанализировав Данное Конкретное Решение Признает Его Несоответствующим Нормам Конституции Почему я говорю И пишу И буду Думаю Говорить О том Что Сейчас В России Планируется Перестройка Всего Государственного Аппарата Если раньше До настоящего Времени Власть России Опиралась На Более-менее Управляемых Депутатов Большинство Из которых Принадлежит Определенные Партии Которые Зачастую Избираются По партийным Спискам Значит У нас К сожалению Ничтожно Малое количество Депутатов От народа То Сейчас С учетом Наверное Утраты Контроля За деятельностью Таких Партий С учетом Утраты Популярности Таких Партий Нивелируется Роль Депутатского Корпуса А в любом Случа Выборы Как инструмент Первичный Инструмент Демократии Допускают Возможность Избирать Конкретного Человека Либо Партию Мы не можем Выбирать Сейчас Ни членов Правительства Российской Федерации Как граждане Мы не можем Выбирать Судей Которые Контролируют Порядок Принятия Законов А по поправкам Их роль Кратно Вырастет Все что у нас Есть сейчас Это возможность Выбирать Исключительно Депутатов Мы лишены Возможности Выбирать Членов Совета Федерации И прочие вещи Кроме депутатов Никого выбрать Мы не можем Что сейчас Происходит Роль депутата Фактически Нивелируется Мы не Оказываем Никакого Влияния На Законодательную Инициативу Даже если В Думе Будет Один депутат Который Более-менее Как-то Подконтролен Власти А я думаю Там всегда Будет больше Почему Я объясню Право Возможность Законодательной Инициативы Имеет Любой Даже один Депутат Но завернуть Могут Завернуть Могут Любой закон Который Даже если Дума Сто процентов Примет Ян Евгеньевич Я прошу прощения Давайте мы Все-таки Ки-СПЧ Вернемся На минуточку Не успела Я вам задать Вопрос А вот эта история С приоритетом Внутреннего Нашего Российского Права Над Международным Она вообще Вот в Западной Европе Где-то Присутствует Или мы Такие будем Пионеры В этом смысле К сожалению Мы будем Пионеры Что-то Мне подсказывает Что Подобного Рода Поправки Во многом Родились Исходя Из Наметившейся Тенденции Количество Решений Европейского Суда Международных Судов Которые Действуют В работе Которых Российская Федерация В соответствии С международными Договорами Принимает участие Увеличилось Очень Многократно То есть Наши власти Просто бюджет Экономят Я так понимаю С одной стороны Экономят бюджет Безусловно Жалко Да С другой Избавляют себя От возможности Пересматривать Те решения Которые Не устраивают Недавно Недавно Значит Суд В Нидерландах Подтвердил Правомерность Решения Трибунала По ЮКОСу По взысканию 50 миллиардов В связи С экспроприацией Фактически Нефтяной Компании ЮКОС В пользу Роснефти Было указано О том Что энергетическая Хартия Которую Российская Федерация Подписала Использует Но формально Не ратифицированно В любом случае Обязательно Для России И сейчас Очевидно Наши власти Прекрасно понимают Что во первых И деньги терять Не хочется И нету Никакого желания Пересматривать Те судебные решения Выпускать Тех людей Которые до сих пор Отбывают сроки Наказания По делу ЮКОСа А это в частности Господин Пичугин Который осужден По мнению Европейского суда Абсолютно Не обоснованно И отбывает Пожизненное наказание То есть Принятие новой Конституции Получается Будет распространяться И на прошлые решения Конечно Ничего себе Избавит Принятие Подобного рода Поправок Власти Российской Федерации От исполнения Взятых фактически На себя обязательств Перед Советом Европы Мы когда вступали В Совет Европы Мы подписывали И обязались Исполнять Все общепризнанные Правила В частности Мы признавали Юрисдикцию Европейского суда По правам человека И считали ее Обязательной И до настоящего Времени Любое решение Европейского суда Обязательно Для властей Российской Федерации Примерно Где-то Года полтора Назад Начались Попытки Пытаться Дезавуировать С помощью Отдельных решений Конституционного суда Решение ЕСПЧ В Европе Подобного рода Попытки Безусловно Были Восприняты Негативно И денежные средства Которые Российская Федерация Должна была Выплачивать Заявителям По делам Которые Рассматривал ЕСПЧ Взыскивали За счет имущества Российской Федерации Которая находится За пределами Нашей великой Могучей Родины То есть такой механизм Тоже есть А теперь его не будет Да будет он Все равно Для Европы Для всего Цивилизованного мира Подобного рода Позиция Но она абсолютно Неприемлема То есть здесь Скорее всего Российская Федерация Предложит просто Определиться Все-таки мы Европейское государство Мы входим В Совет Европы Либо мы Выходим из него Либо мы выходим И продолжаем Жить где-то В своих Отдаленных деревнях И не лезем В мировую политику И в европейскую политику Точно так же Помимо Например Этого же ЕСПЧ Существует Масса Судебных Органов Которые Работают Под гидой Организации Объединенных наций Куда точно так же Наши граждане Регулярно обращаются И регулярно Получают положительные решения И там будет такая же история Фактически да То есть здесь На мой взгляд С принятием Вот этой конституции Россия просто Изолируется Да Возводит новый Железный занавес И изолируется От остального Цивилизованного мира Что меня лично Во-первых Возмущает Во-вторых Пугает Меня это тоже пугает За забором Можно делать все что угодно Так хоть какой-то контроль Со стороны Мирового сообщества Есть Так давайте все-таки Вернемся к власти Причем власти такого Не самого большого уровня То есть не высшей власти Государственной Да и не президент И не премьер-министр Муниципалитеты И региональные власти Да Есть еще одна вещь Которая прописана В конституции И я честно говоря Тоже не понимаю Зачем ее прописывать В конституции Она касается чиновников Ну в том числе Высших региональных чиновников Это губернаторов Требования к губернаторам Да Значит точно так же В проекте новой конституции Вот В проекте поправок Конституции Еще не принято Все-таки я лично считаю Что под видом поправок Нам Предлагают Первоначальный вариант Продвинуть Пытаются предложить Новую конституцию Которая должна приниматься Исключительно референдером С помощью Комиссионного собрания Всенародного голосования И В очередной раз Непонятные игры Устраивают Для того чтобы Обойти закон Конституция Может изменяться Исключительно На референдуме Нам предлагают Абсолютно Обратное По поводу губернаторов Значит Поправки К нашей Новой конституции Предусматривают Новые требования К губернаторам Которые Вчерне оговорены И больших вопросов У меня по ним нет Это отсутствие Вида на жительство За пределами Российской Федерации Невозможность Хранить деньги Иметь имущество Вне пределов Российской Федерации Определенный Статус Ценз Проживания На территории Российской Федерации Бог с ним Но Там оговаривается Что как раз Высшее должностное Лицо Субъекта Федерации Должно Нести Ограничения Которые Будут Предусмотрены В последующем Отдельными Федеральными законами То есть Ой как все Запутано А это на будущее Вот как раз Третья часть поправок Которую я у себя Расписал Как поправки На будущее Это как раз Небольшие закладочки С помощью которых Не меняя Конституцию Но как бы Во исполнении Конституции Будут Предусматриваться Отдельные нормы Которые На мой взгляд Будут всячески Затруднять Доступ Независимых Кандидатов У нас Губернаторов Сейчас Слава богу Вернули нам Прямые выборы Значит И с помощью Вот подобного Рода Требований Которые Могут В каждом Конкретном Случа Пересматриваться Сколь угодно Раз Будет Просто Существенно Затруднен Доступ Любому Неугодному Депутату Для того Чтобы он Вдруг Неожиданно Для власти Стал губернатором Например Кировской области Да Попробуй Ты там Если у тебя Где-то что-то есть Быстро Это все Продать Переписать Передарить С одной стороны Вот подобного Рода Требования Которые Пытаются Внести В конституцию Обоснованы Но непонятны Мы сейчас Сделаем Перерыв на рекламу По регламенту У нас И потом Вернемся Еще к этой теме Особое мнение На 101 ФМ Предлагаем Продолжаем С Яном Чеботаревым Юристом Анализировать Поправки К поправкам В конституцию Да И у нас Времени Все меньше Остается На самом деле Да Давайте Все-таки Мы Вот Исходя Из всего Что вы там Увидели В этом документе Предлагаемом Поймем Людям То что делать Это очень актуальный Сейчас вопрос То есть народ Не понимает Идти Не идти Голосовать Не голосовать Те кто за Ну понятно Там да Есть люди И они имеют На это право Те кто против Они сейчас не понимают Идти Голосовать Или сидеть И не голосовать Ну вот смотрите Наши либеральные Деятели Общественники Многие Занимают позицию О том что Да безусловно Подобного рода Поправки Нам не нужны Но мы просто Голосовать Не пойдем Будем голосовать Ногами На мой взгляд Это неправильно Почему Сейчас объясню Во первых Последние поправки Владимира Владимировича К поправкам Предусматривают Специальный порядок С помощью которого Вот эти поправки И станут Нашей новой Конституцией После того Как Механизм Принятия Будет одобрен Государственной Думой И станет Законом Конституционный Суд Опять же Должен будет Сделать Вывод О том Насколько Предлагаемые Поправки Соответствуют Ныне действующей Конституции Российской Федерации Напомню Что основные Права Которые не действуют С этого мы начали Ну Имитационная Демократия В России Никуда не делась У нас ее Не так много И она Большей частью Как раз Имитирует Но вид Надо сделать Да Мало Человек Расстреляет Надо Процедуру Соблюсти Вернемся Конституционный Суд Проанализирует Насколько Предлагаемые Поправки Соответствуют Первой Второй Девятой Частям Конституции То есть Защищенным Частям Изменять Которые Невозможны Без референдума Если Конституционный Суд Придет К выводу О том Что Соответствует Все хорошо Что-то Мне подсказывает Что Так оно И будет Эти поправки Будут Вынесены На Всенародное Голосование Не на референдум И Которые Пройдет Через месяц Через месяц С лишним После того Как будет Голосовать Депутат Эти поправки Проголосует Большинство Не избирателей Не граждан Российской Федерации А как водится Товарищи Граждан Которые Придут На избирательные Участки То тогда Эти поправки Станут Обязательным Основным Законом Который Будет Распространять Свои действия На всех нас Слушайте Я прекрасно Понимаю Что эффект Или феномен Мы сейчас имеем ввиду Как считают Ну да То есть могут посчитать И наши голоса А могут их и не посчитать И могут посчитать Правильно Либо правильно В кавычках Но тем не менее У нас как у граждан Как у россиян Да просто как у людей Другого способа Выразить свое мнение Просто нет И здесь я считаю Что безусловно На подобного рода Голосование Идти надо И голосовать нужно Исключительно против Я как Юрий считаю Что подобного рода Антиконституционная Реформа Которая Замышляется Под видом Внесения в конституцию Поправок Она объективно Вредна И нужно Очень большое Внимание Уделять Процедуре Этого голосования Над чем сейчас Думает избирком Надо требовать И настаивать На допуске Независимых наблюдателей На участки Которые Смогут убедиться В правильности Подсчета Волеизъявления Граждан И безусловно Нужно идти Голосовать Чтобы хотя бы потом Перед детьми Стыдно не было Где мы окажемся После принятия Подобного рода Норм А мы можем Вообще Предположить Какой будет Расклад сил И результат Предположить можем Пугать никого Не хочу Мне во всяком случае Мои родственники Про 37 год Рассказывали В красках В красках Многие Сами пострадали Кого-то Бог Пас Бог с ним Но я бы Очень не хотел Чтобы Российская Федерация Превратилась В какое-то Странное подобие Северной Камеи Кореи В помесье С Китаем Либо с Казахстаном Даже Я бы хотел Видеть Российскую Федерацию Процветающим Европейским Государством Где все-таки В Совете Европы В Совете Европы Либо еще кто-то Генеральный секретарь Ну без разницы Хорошо Ян Евгеньевич Еще хотела просить вас Проанализировать Вот какую историю У нас есть Такая группа Добровольцев Которая будет Работать В Кирове Она будет работать Примерно за две недели Начнут они работать До даты голосования По поправкам Всенародному Так называемые Волонтеры Конституции Их задача Людей на участках Вот где они работают Агитировать Как раз за то Чтобы они пришли Голосовать Если вы сейчас говорите Что Вообще-то Ну вот Судя из ваших слов Я могу такой вывод сделать Чем больше противников Придет на участки Тем хуже Да Для тех Кто замышляет Все эти изменения То по идее Наоборот Власть должна делать вид Чтобы Ну как бы Как можно меньше народу Пришло голосовать Ну с одной стороны Согласен С другой нет Любая власть Какая бы она ни была Заинтересована в том Чтобы законы Страны Где эта власть И живет И правит Были легитимными То есть Чтобы граждане Сами признавали Что эти законы Приняты надлежащим образом И большинством Что большинство граждан За подобного рода законы То есть я лично Вы Кто угодно Можем считать Что тот или иной закон Несправедлив Но Если соблюдена процедура Принятия этого закона Мы вынуждены Подчиняться Воле большинства С другой стороны С другой стороны С учетом Абсолютного Недоверия К системе Выборов Российской Федерации Вот эта легитимность Законов Которые принимаются Избрания Депутатов Она все более И более падает С учетом того Что основной закон Конституции Который мы принимаем В настоящий момент И нам предлагают За него проголосовать Это ключевой момент В политической жизни Безусловно Власть будет заинтересована Чтобы показать Огромное большинство Народа Которые пришли И как-то проголосовали Я со своей стороны Говорю о чем О том что У нас Как у нормальных граждан Другого способа Как-то повлиять На подобную Роду инициативу Кроме как Прийти и выразить Своё мнение Проголосовать Либо за Либо против Нету И любой гражданин Который является Сознательным гражданином Должен На мой взгляд Постараться понять Существо этих поправок Я призываю Наших слушателей Не доверять Слепо никому Ни мне Ни Извините Болтунам Проплаченным Либо еще что-то Постарайтесь Найти Почитать Разобраться Уяснить Нам по этому закону Жить И здесь Я могу только Приветствовать Любую инициативу Которая подтолкнет Наших граждан На избирательном участке Вместо Лежания на диванах И Бесцельного Махания кулаками На кухнях Единственное Я надеюсь Что это голосование Будет осознанным И осмысленным Прежде Знакомимся с текстом Поправок И поправок К поправкам А потом Разумно голосуем И пытаемся Проконтролировать Честность Подсчета Наших голосов Четыре минуты У нас остается До конца Программы Может быть Успеем еще Что-то Обсудить Есть два Два таких Достаточно Интересных События Которые я хотела С вами Обсудить Это ситуация Вокруг полигона Восенцех И выход на свободу Алексея Лопаткина Бывшего депутата Кировской городской думы Бывшего Заместителя Главы администрации И если я не ошибаюсь Который Некоторое время назад По-моему В семнадцатом году Был задержан В международном Аэропорту Внукова За перевозку Наркотиков Ну можно только Приветствовать Отстрадал человек Осознал Я думаю Раскаялся А с чем может быть Связан его выход на свободу Я вот видела Между прочим В комментариях И в телеграмме Мнение о том Что Алексей Лопаткин Может давать показания На Владимира Быкова Потому что работал В администрации Как раз Ну примерно В тот период Когда Там Ну в том числе Там по парку победы Какие-то решения были Суды уже шли Я читал В местной прессе Высказывания Многих журналистов Они связывают Как раз Выход Алексея Михайловича Досрочных С какими-то показаниями Которые он Якобы дал Против Владимира Васильевича По каким-то Иным участкам Помимо Парка победы В этой части Я лично Исхожу Из чего Что Любой человек Отбывающий наказание В праве По отбытию Определенного срока Назначенного наказания Обращаться в суд С просьбой О своем освобождении Условно досрочном Суд выносит Решение Исходя из Поведения Осужденного За весь период Отбывания наказания С учетом мнения администрации И позиции прокуратуры А также потерпевшего То что Алексей Михайлович Которого я лично знаю Как глубоко Порядочного человека Вышел Я лично могу Только приветствовать Ситуация Во Внуково В семнадцатом году Была Безусловно скандальная Но у нас шокирующая была Для большинства Равчан Потому что Алексей Лопаткин Не производил впечатления Человека злоупотребляющего Напротив скорее Мы не знаем На самом деле Откуда там что взялось Каким образом взялось Поэтому в этой части Человек Достаточно длительный Срок наказания Он был То что он На свободе Можно только приветствовать Как это связано С претензиями В сторону Владимира Васильевича И связано ли И связано ли Комментировать не возьмусь Какие показания Лопаткин давал Давал ли он их вообще Не видя Этих показаний Комментировать На мой взгляд Это не очень правильно Все понятно Ладно Еще Две минуты Осенцев все-таки Непонятно совершенно Мне все страньше и страньше Значит Как говорилось в Алисе На этой неделе Стало известно о том Что Верховный суд Оставил в силе решение О незаконности Выдачи разрешения На строительство Сейчас оспаривается В суде Все еще оспаривается Сегодня специально Уточняла Будет потому что Протестовано решение Арбитража Разрешение Точнее В эксплуатацию Вот Между тем На прошлой неделе Буквально компания Центральный полигон Оператор полигона Анонсировала Вторую очередь Что происходит Я вообще не понимаю Ну а что происходит Идет Развитие Полигона В Осенцах Это очень странное развитие Полторы минуты У нас Давайте Тексты судебных актов На основании которых Были отменены Распоряжения По выдаче разрешения На строительство Публикованы На сайте Арбитражного суда Поисковичок Там достаточно простой Все могут почитать Те нарушения Которые послужили Основанием Для признания Незаконными Выданных разрешений Могут быть устранены И нигде Ни в одном судебном акте Не содержится Ни одного указания На то Что строительство Мусорного полигона В Осенцах Невозможно В принципе Никогда И ни при каких условиях То есть устраняются Причины Послужившие И стройка продолжается дальше Серьезно? Ну да То есть вот все эти решения Верховных судов Все эти бодания В судах Совершенно не означают Что Осенцы закроются Или не построятся Суд рассматривает Конкретный спор Граждане Обратились С заявлением О незаконности Конкретного распоряжения Ну суд Это рассмотрел И принял решение Что да Незаконно Указал на те ошибки Которые были допущены Если администрация Их устранит Она может продолжать Строительство Этого полигона Сколь угодно долго Так подождите Там по моему В расстоянии До аэропорта Было дело Не перенесешь Безусловно нет Но можно поставить Отпугивающее устройство Для птиц Заручиться поддержкой Экологов И все Более того Граждане всегда будут Отставать от администрации Почему? Судебный процесс Требует времени Выдать разрешение На строительство Второй Третьей Четвертой Десятой Очереди Полигона В Осенцах Гораздо быстрее Нежели Опротестовать Какое-то ранее Выданное решение Любой судебный процесс Достаточно сложный Занимает минимум год А выдача разрешения Простите Это дело Нескольких дней Все На этом мы завершаем Спасибо большое Яну Чеботареву Юристу Программа Особое мнение Заканчивается Всем до свидания До свидания Особое мнение На 101FM Субтитры создавал DimaTorzok